Привет, мои сладкие билеты, мои хорошие тигуретки. Сегодня с вами снова я, Тегра Надя. И сегодня я буду опять делать видео с обзором на посылку с Алиэкспресс, которую я заказывала. Вчера пыталась я снимать, и не получилось у меня нормально снять, поэтому сегодня переснимаю. Вот пакет открытый, вот такой с пупырками. Здесь адрес, все. Такой вот пухлый был. И я уже посмотрела, что все пришло. Итак, я уже все проверила, все пришло, ничего не потерялось. Давайте сначала начнем со скотчей, а потом всякие наклейки посмотрим. Итак, было вот таких вот четыре скотча. Они, кажется, по полсантиметра и по восемь метров. Вот здесь вот видно, сколько в них намотки. Мне кажется, что вот здесь больше всего намотано. Хотя, может быть, так выглядит просто со стороны. Вот. И, как по мне, то самые качественные, это вот желтый и такой бирюзовый, которые кружевные. Вот, посмотрите сами. Очень классные такие симпатичные скотчи. Вот от них упаковки здесь. И на каждой упаковке показан узор, который представлен на скотче. То есть, на бирюзовом у нас вот такой узор будет. Вот. Вот. Затем желтый у нас будет с таким узором. Вот такой у нас розово-голубой будет с такими разными орнаментами. И зеленый у нас с флажками. Да. Вот такие флажки. Как я уже говорила, я такие тонкие скотчи заказываю для того, чтобы оформлять абзацы и строки в письмах и в личном дневнике. Итак, вот, сейчас наконец-таки покажу я вам набор таких вот скотчей, которые я очень давно хотела. Здесь 4 штуки. Они на тему почтовых отправлений. Здесь у нас указано, что по 3 метра каждый. И трое скотчей у нас по полтора сантиметра идут. И один 3 сантиметра длиной. Вот. Здесь вот эти 4 скотча представлены. Коробка сама по себе очень красивая. Они называются Vintage Travel. И да, здесь указано, что на 3 метра длиной. Но сравнивая, не знаю, с этими скотчами, то да, видно, что намотки меньше. Но их требуется куда меньше в использовании, чем таких вот маленьких, например. Смотрите. Вот наши 4 скотча. Вот так вот они вместе выглядят. Безумная красота. Просто невероятно, невероятно красиво, приятно. Смотрите, это в руках держать. Просто, не знаю, произведение искусства, да, можно сказать. Еще посмотрите, они внутри тоже украшены. Интересно сделаны. Разными иероглифами. Вот. И все они, как я уже сказала, на тему почтовых отправлений. Разные марки, штампы. Вот здесь, например, у нас марки представлены с птицами. С разными цветами, деревьями. Вот. Так что очень такой красивый скотч. Затем у нас с такими небольшими марками. Тут вот, кажется, улитка. Здесь яблоко, сова. Затем цветы просто. Птичка, роза. Потом идет с такими вот штампами тоже. Тут вот есть Нью-Йорк, София. Еще какие-то здесь страны, города. Мюнхен. И четвертый скотч, он чисто с наклейками, такими марками, штампами, которые по авиапочте. Да. Эйрмейл. Вот так вот примерно они выглядят в работе. Вот. Видите? Очень красиво. Особенно имя будет очень красиво оформлять открытки по посткроссингу. То есть нижнюю часть открытки красиво вот оформить такими скотчами. Будет очень-очень приятно получателю, да, увидеть такую красоту. Так что даже дневники, разные записи, travel book, все это можно будет оформлять ими. Мне кажется, очень приятно пользоваться вообще такими скотчами. Потому что они очень красивые и сами по себе приятные по своей текстуре. Они бумажные. Вот. И иллюстрация в них очень такая красивая, качественная. Итак, следующим заказом были вот такие вот маленькие наклейки. Тоже для почтовых отправлений, переписок. Здесь у нас Sailor Moon. Конечно же, я не могла пройти мимо, потому что очень люблю ее. Вот. И картинки очень качественные. Здесь все по две штуки. Не помню примерно сколько. Здесь, кажется, количество не указано. А здесь у нас Москва. Вот он. Кремль. Всякие соборы, церкви. Сейчас я покажу вам. Открою и посмотрим. Вот. 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 Вот такие вот наклеечки. Абсолютно все разные. Это еще огромный-огромный плюс, потому что они все уникальные. Здесь ни одной одинаковой не попалось. Хотя я была уверена, что здесь будут, как и Sailor Moon. О, вот еще одна. Да, как Sailor Moon здесь будут повторные. Но... У нас здесь ничего не указано. Указан только сайт, где можно посмотреть ценные их наклейки. Да. Вот. Так что я думаю, что это не мой, не последний заказ. Так. Теперь давайте быстренько посмотрим Sailor Moon. Здесь, как я уже сказала, они повторяются по две штуки. Так. 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 ứng... Призвела показать поближе вам эти наклейки мелкие. А то совсем ничего вам не видно. Вот. И переходим теперь к таким наклейкам. Очень я их тоже хотела. Тоже на тему почты, винтаж и всё такое. Сам Sticker Set. То есть, они сделаны как марки такие. Да, их можно на конвестор клеить. Здесь вот показаны иллюстрации, которые изображены здесь. И давайте посмотрим, что у нас тут вообще. Вот они, наши наклейки. Сейчас беру эту картинку. Да. Так. Здесь у нас, кажется, 6 листочков. Как там указано. Ну, первый выглядит примерно вот так. Они глянцевые. Вот. Очень красивые. И мне особенно нравится вот этот венок. И нравится машина. Затем идёт у нас вот такие вот. Разные здесь как карточки или марки. Даже не знаю. Тут Калифорния, Европа. Затем Викинг Лэнд. А Гавайи. Круизы. О, у нас здесь, получается, не 6, а здесь больше. Так. Затем идёт... У нас тоже такие вот разные буклеты, я бы сказала. Да. Или 6 всё-таки. Ага. Два одинаковых. Так. Затем идёт вот такой вот. Здесь у нас разные... Ммм. Даже не знаю, как это назвать. Ну, тоже. Как, вроде, штампов, как Bon Voyage, Air Mail, Retro. Здесь вот, как вывеска ресторана какого-то. Фотоаппараты разные. Старые. Затем идёт вот такие вот у нас печати. Да. Тоже очень красивые. И вот, что мне безумно нравится. Здесь идёт такая уточка, собачка, олень идёт. Затем разные животные. Тоже фермерские. И, в общем, это тема фермер, как я понимаю. И, возможно, какие-то ещё, которые не относятся к ферме. Ну, в общем, I love animals. Да. Животные. Итак, у нас всего здесь получилось 7 листов. Не знаю, опечатка это или как, но потому что нам попалось 2 одинаковых листа. Вот они. Да. И, видимо, из-за этого... А может быть, это как бонус. Тут ничего не указано, что должен быть седьмой лист. Но вот как-то так получилось. Не удержалась, я и сказала, на тему каллиграфии для ежедневников. Они есть просто у каждого блогера. И на тамблере тоже очень они популярны. В общем, все, кто ведут ежедневники или дневники, и вообще, всё, что связано с письмами тоже. И всей этой канцелярской волокитой у всех есть эти стикеры. Но я держала до последнего и всё-таки не смогла. Подумала, что, наверное, они мне нужны тоже. Да. И увидела я их со скидкой. Вот. И решила выказать. Да. Здесь у нас, кажется, да, 8 листов. И 100 на 160 размер. Написано Paper Stickers. Но я бы сказала, что они не бумажные, а глянцевые. Потому что они вот такие вот. Видите, они глянцевые, с вылезным краем уже идут. Так, они у нас как-то, да, как-то так разделены. Непонятно. Но тут есть вот чёрно-белые. Да, сейчас давайте лучше сначала посмотрим. Вот они. Первые. Здесь разные-разные темачика. Bon voyage, bonjour, happy birthday, просто movie. Ну, а самые разные темы для записи в дневнике и в том же ежедневнике. А здесь тоже такие вот. BDZ, Missing You. Затем Cheers. Да. Такие вот прикольные. С цветаторами, с фразами. Вот чёрно-белые. Чёрно-белые мне нравятся больше, чем цветные. Затем такие же идут. Да, они одинаковые вот. И, да, ещё одни. Так что вот так вот. И получается четыре у нас чёрно-белых и четыре цветных. Да, всё правильно. Так что их надо вот так вот разделить. Вот. Ну что, стикерами я очень довольна. Они довольно качественные и красивые. Приятно будет видеть их в своём дневнике. Вот. Единственное, что я не люблю глянцевость вот эту вот. И то, что она так отсвечивает. Но иногда это даже смотрится красиво. Так что я рада этим заказом, этой покупкой. Продавец просто супер. И довольно быстро дошла где-то за месяц эта посылка. Вот. Буду заказывать ещё. Все ссылки оставлю внизу. Всех подписываю внимание. До новых встреч. Пока-пока.